Музей Победы В 1918 году был заключен Версальский мир. Германия была обязана платить огромные репарации. Именно этот договор стал питательной средой для многих радикальных националистических групп, мечтавших о реванше за поражение в Первой мировой войне. Французский маршал Фош сказал так. Это не мир, это перемирие на 20 лет. Его слова оказались пророческими. В разгар мирового экономического кризиса конца 20-х, начала 30-х годов в Германии резко возросла популярность национал-социалистической партии Адольфа Гитлера. В 1933 году нацистская партия приходит к власти в стране. Целью партии было подготовить страну к реваншу за Первую мировую войну. Нацистская партия проводит ускоренную модернизацию армии и милитаризацию страны. Все было подчинено ускоренному военному производству. Этому во многом способствовала позиция Великобритании и США. Их финансовые и промышленные круги активно вкладывали капиталы в немецкое военное производство, фабрики и заводы. Среди политических элит этих стран было очень много людей, симпатизирующих росту радикальных настроений как в Германии, так и в целом в Европе. Еще в 1923 году, после провала попытки взять власть Баварии, известной как «Пивной путь», Адольф Гитлер, отбывая срок заключения в Ласбергской тюрьме, напишет книгу «Майн кампф. Моя борьба», где он обобщит свои взгляды и идеи, выражения которых стала впоследствии Вторая мировая война. Одна из идей книги – это перенаселение Германии, которое якобы грозит стране в 20 веке. Как разрешить такую проблему? Это восточные территории, восточная Европа. Славяне являлись недочеловеками по мысли нацистских деятелей. Поэтому отобрать землю нашей страны – вот именно эта задача стояла для нацистов одной из переочередных. Нападение на нашу страну стало во многом возможным благодаря непротивлению и попустительству позиций Германии западных стран. Германия смогла занять практически всю Европу. А что же Лига наций? Та самая организация, созданная в конце Первой мировой войны для того, чтобы не допустить крупные мировые конфликты. В этой организации основную роль играли победители Первой мировой войны – это Англия и Франция. Эта организация не справилась с ролью, которая ей отводилась. Неоднократное обращение Советского Союза с просьбами о создании коллективной системы безопасности в Европе. Западные страны отвечали либо отказом, либо просто игнорировали все предложения нашей страны. Германские нацисты не были одиноки в своем стремлении к мировому господству. Адоль Гитлер нашел немало соратников в странах Европы и Азии. В 1940 году был подписан Тройственный пакт. Вопрос к вам. Какие страны в него входили? Идея тысячелетнего германского рейха была бы невозможна без объединения Германии с Австрией. Ни Франция, ни Англия, ни США ничего не сделали для защиты суверенитета Австрии. В ночь с 11 до 12 марта 1938 года заранее сосредоточенные границы немецких войска вторглись в Австрию. Австрийская армия получила приказ не противодействовать. Только Советский Союз 17 марта 1938 года выступил с заявлением о том, что Австрия в результате этого акта потеряла свою политическую, экономическую и культурную независимость. Были предприняты шаги для созыва международной конференции, которые могли бы рассмотреть ряд практических мер для противодействия агрессии и опасности новой мировой бойни. Однако Англия эту инициативу заблокировала. Так был упущен первый шанс остановить немецкую агрессию. Аппетит, как известно, приходит во время еды. Следующая бескровная победа Гитлера, повлиявшая на судьбу Европы, это Мюнхенский сговор. Тот самый спусковой крючок, после которого война оказалась неизбежной. Ответьте, что это был за сговор? Политика умиротворения, проводимая Англией и Францией, проходила не только в отношении к нацистской Германии, но и в отношении также к фашистской Италии и милитаристской Японии. В 1935 году, мечтая о возрождении некогда могучей Римской империи, Италия вторгается в независимую африканскую страну, Эфиопию. Причем обе страны входили в Лигу наций. В 1936 году, после применения запрещенного химического оружия, такого как Иприт, Фазген, Италия одерживает победу в этой войне, что повлияет на рост популярности фашистского лидера Италии Бенито Муссолини. В 1939 году Англия заключает с Японией соглашение, известное нам соглашение Креги и Ариты, которое фактически развязало Японии руки в Китае. Несмотря на все эти события, Советский Союз до последнего старался создать антигитерскую коалицию. Весной 1939 года в Москве проходили трехсторонные переговоры между Советским Союзом, Францией и Великобританией. Причем непервостепенным по должности британским дипломатам предписывалось всячески затягивать переговоры с Советским Союзом. Советскую же делегацию в 1939 году представили люди, которые имели все полномочия для заключения договора. Особую роль в срыве переговоров сыграла Польша, чья позиция была непримиримой. Ни на каких условиях Польша не соглашалась на сотрудничество с нашей страной и не хотела пропускать Красную Армию на свою территорию. Таким образом, отсутствие ясных перспектив заключения договора с Великобританией и Францией заставило наше руководство принять предложение Германии о подписании пакта о ненападении. Германия, в свою очередь, согласилась на разграничение сферы интересов в Восточной Европе с Советским Союзом. 23 августа 1939 года был подписан так называемый Пакт Молотова-Риббентропа. Страны обязывались не нападать друг на друга, а в случае войны одной из стран придерживаться нейтралитета. Этот пакт, как минимум, помог отсрочить начало войны и отодвинул границу подальше на запад. 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу начнется Вторая мировая война. Величайшая трагедия в истории человечества стала возможным благодаря государственному эгоизму, трусости, нежеланию политических элит искать компромиссы. Когда стало понятно, что Франция и Англия не собираются приходить на помощь Польше, а Германия собирается оккупировать всю страну, вот именно тогда Красная Армия входит в так называемые Восточные Крессы, территории современной Белоруссии, Украины и Литвы. Необходимо подчеркнуть, что многие британские политики того времени с пониманием отнеслись к походу нашей армии. Известный британский государственный деятель Дэвид Ллойд Джордж подчеркивал, русские армии заняли территории, которые не принадлежали Польше и были захвачены Польшей после окончания Первой мировой войны. Было бы актом преступного безумия поставить на одну доску продвижение русских с продвижением немцев. К лету 1941 года Германия владела всей Европой, кроме Великобритании и Советского Союза. 22 июня 1941 года начнется Великая Отечественная война. Согласно немецкому плану, войска должны были продвинуться до линии Архангельск-Волга-Астрахань. А теперь вопрос к вам. Как звали одного из императоров Священной Римской империи и какое отношение его имя имело к плану нападения Германии на Советский Союз? На этом наша экскурсия Викторина заканчивается. Я желаю вам удачи и жду ваших ответов. Субтитры создавал DimaTorzok